Представители Патриотического движения Беларуси и Чеченской Республики продолжают закладывать фундамент для дальнейшего развития взаимоотношений, в основе которых память о Великой Отечественной войне. Здесь, в Брестской крепости, на западных рубежах бывшего Советского Союза, в июне 1941-го был принят первый удар немецкой армии. Тогда в цитадели в одном строю стояли представители разных национальностей, однако граждане одной большой страны. Память об их подвиге сегодня объединяет. Видеть Брестскую крепость, даже передать эмоции, не могу найти слова. Одно дело слышать или читать какие-то исторические события, а прийти на место, в очи увидеть, ощутить именно то место, где проходили очень важные события исторические. И человек по-новому переосмысливает и понимает всю важность тех событий. Поэтому, если для взрослых это столь важно, для детей тем более. Проект реализуется по инициативе представителей Российского Центра науки и культуры в Бресте при поддержке Молодежного Патриотического Центра. Ребята из Чеченской Республики будут не единственными участниками программы. Такие проекты нужны для того, чтобы ребята общались между собой, наложили контакты, конечно, в первую очередь. Воспоминали о героическом прошлом своих предков. Тем более, что, вы знаете, часть чеченских воинов воевала на Брестской земле в июне 1941 года. Поэтому мы рассчитываем на то, что ребята подружатся, начнут общаться друг с другом, вспомнят о героическом прошлом своих предков, вспомнят еще раз о Великой Отечественной войне. И, конечно, этот проект в первую очередь направлен на противодействие фальсификации истории. Международный лагерь единства – это большое количество патриотических мероприятий, памятных встреч, экскурсий, открытых диалогов, в рамках которых юноши и девушки знакомятся с историей региона. Это еще одна возможность выстроить мосты дружбы между странами и наладить взаимодействие в вопросах молодежной политики.